После того, как инвесторы пережили худшую неделю с начала пандемии, рынок акций стал восстанавливаться. Котировки поползли вверх после заявления российского МИДа о том, что даже мысль о войне с Украиной недопустима. Лидеры роста после обвала. Сбер прибавил почти 10%, бумаги «Газпрома» выросли почти на 9%, Роснефти на 8%, Новотека и Тинькофф примерно на 7%. Индекс Мосбиржи подрос более чем на 4,5%. Укрепился и рубль. Евро потерял около 3 рублей и сейчас стоимость составляет 86,5 рублей. Стоимость доллара снизилась на 2 рубля и составляет 77,80 рубля. Акции Tesla упали на 8% до 850 долларов за бумагу. Снижение началось после того, как Илон Маск подтвердил информацию о том, что компания не будет выпускать новые модели автомобилей в 2022 году. Все из-за проблем в цепочках поставок. Дефицит чипов, хотя и стал менее острым, чем в прошлом году, все еще остается большой проблемой для нас. Одним из основных направлений деятельности компании в Tesla назвали «Программное обеспечение для автономного вождения». Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Сырье подорожало из-за опасений дефицита поставок при растущем спросе на топливо в мире. В конце недели нефтяные котировки поднимались до нового максимума за последние 7 лет. Эксперты Морган Стэнли считают, что в этом году стоимость нефти поднимется до 100 долларов за баррель. Инвесторы сталкивались и с более значительными коррекциями. Когда портфель становится красным, важно помнить, что спад всегда сменяется ростом. Эксперты Тинько вспомнили самые большие падения на рынке за последние 10 лет. В 2014 году инвесторы также стали заложниками геополитической ситуации. Я тогда только начинала работать в новостях и хорошо помню черный вторник, когда евро и доллар выросли почти в два раза. На фоне украинского кризиса и санкций России и Запада индекс Мосбиржи потерял 7%, а долларовый – 45%. К прежним показателям им удалось вернуться уже в начале 2015 года. Следующий обвал на российском фондовом рынке случился в 2018 году. На ситуацию повлияли санкции США против российских топ-менеджеров, чиновников и миллиардеров. В черный понедельник индекс Мосбиржи опустился на 8%. Уже летом 2019 года показатели вернулись к докризисному уровню. В начале 2020 года рынки столкнулись с новым кризисом из-за начала пандемии. После введения первых ограничений из-за ковида индекс Мосбиржи обвалился почти на 20%. К докризисному уровню удалось вернуться уже через полгода. В кризис инвесторам нужно помнить, что после каждой коррекции рынки склонны восстанавливаться. А еще в кризис можно не только не потерять, но и заработать. На этом у меня все. С вами была Екатерина Вайс. Прибыльных вам сделок.